На Южном Урале завершилась неделя конкуренции. Ее проводили, чтобы понять, честно ли соперничают компании-конкуренты в регионе и как исправить все мельчайшие нарушения антимонопольных законов. Сегодня сотрудники УФАС подвели итоги мастер-классов и круглых столов с чиновниками и предпринимателями. За неделю удалось обнаружить несколько проблем, и многие из них в неожиданной сфере медицины. В ходе обсуждения мы выявили такую проблему о том, что, оказывается, платные медицинские центры совершенно не предлагают и не хотят системы войти в УМС по таким услугам, как домашний доктор или терапевт. То есть все остальные услуги они предлагают, а вот на этом рынке, к сожалению, конкуренция не развита. Теперь сотрудники антимонопольной службы продумают, как решить эту проблему. А вот для другой решения уже нашлось. Ранее медики жаловали, что не понимают, по какому принципу между частными клиниками распределяют квоты на оказание услуг по полюсам ОМС. Эта процедура слишком сложная. Антимонопольщики предложили ее упростить. Например, изменить состав комиссии, которые квоты ее распределяют. Нужно, чтобы в нее входило меньше людей. Так считают ведомства. Процесс станет быстрее и прозрачнее. Свои предложения антимонопольщики внесут в так называемую дорожную карту. Это план развития конкуренции в области. Создать его поручил губернатор Борис Дубровский.